Октюбинцы, пострадавшие от паводка, начинают жизнь с чистого листа. Власти выделили им участки недалеко от города, раздали деньги, собранные фондом, и строительные материалы. Теперь люди должны успеть за лето построить себе дома и обжиться в них. Хватает ли им средств и как идет большая стройка, расскажет Эльмира Ержанова. Едель Жакаков одним из первых возвел стены нового дома и крышу. Теперь мужчине осталось завершить внутреннюю отделку. В конце месяца он вместе с семьей уже планирует справить новоселье. Строить приходится самому, а вот на строительные материалы деньги выделил фонд. Но на все не хватило. Я на свои 500 тысяч деньги купил деревянные балки, профлисты. Но нужно еще полмиллиона, чтобы закончить стройку. Всего от весеннего паводка в Октюбе в негодность пришли 100 домов. Земельные участки для пострадавших от паводков местная власть выделила на окраине поселка Курайли в 15 километрах от Октюбе. Однако кроме дома Еделя Жакакова можно насчитать пару-тройку таких же частично завершенных. На остальных участках люди либо только начинают заливать фундамент, либо даже не начинали. Хотя стройматериалы и земля были выделены еще в середине мая. Что касается возмещения ущерба пострадавшим от паводков, то по подсчетам чиновников в непригодность пришли около 100 домов. Для 81 семьи выделили стройматериал на сумму 800 тысяч деньги каждой. В том числе это 51 семья, которая будет жить в Курайли. Трудности при подсчете ущерба, по словам Акима Октюбе и Ильяса Испанова, возникли из-за отсутствия у людей правоустанавливающих документов на дома. И у них есть многих на руках расписка, куплено за 300 тысяч тенге, куплено за 500 тысяч тенге. То и получили бы мы около 300-500 тысяч тенге. За это деньги они нигде ничего не купят и не построят. С другой стороны, можно сказать, им помогло, что вода, и они сейчас получили землю. Для остальных пострадавших выделены квартиры и земельные участки. Это те, у кого подошла очередь за свою собственность, люди будут расплачиваться сами. Свыше 500 семей получили денежную помощь от 100 тысяч тенге до миллиона, собранных за счет благотворительности. Эльмира Ежан, Васил Хамбекенов, Инфорум-бюро, Октюбе.